О, сейчас слышу. Слышишь меня? Сейчас слышу, да. Отлично. Карина, привет! Привет, привет, привет. Давно не виделись, да. Как два? Готово. К получению подарков готовишь? А, ой, не знаю. Как у вас там, приучены мужчины цветы дарят? Ну да, мой дарят, а остальные вряд ли. У меня мужа приучила. Ну, я тоже в свое время приучала, помню. Было дело. Ну, слушай, на него не надо было приучать. Он же в Советском Союзе родился. Он все знает это. Что-то ты у меня маленькая какая-то здесь. О, побольше сделала. А потом будет нормально вот так на два. Ну что, теперь 8 марта поговорим о нас прекрасно. Давай, давай. Кому Косте помоем? Подожди, Костя, мы злые, что ли, злые мне? О, тут у нас такая... Опусти немножко, чтобы у тебя плечи были видно. А нет, это слишком, слишком. Немножко обратно. О, так, о. Эй, иди назад. Го-бэк. Го-бэк? А? Барьеры такие там. Ну, закрывай, чтобы они сюда не ходили. Знаешь, что мне тут хоть это, полдома не мыть. А то там они такие грязные, еще на улице дождь. Они пойдут там, поиграют, везде поваляются. Это же вся грязь в доме. А я представляю. Даже от маленькой собачки сколько грязи, крови. Мы тут одну нашли. У кого-то сбежала. Маленькая, черненькая, вот такая, с короткой шерстью. Она у нас побывала до вечера, пока за ней хозяева не пришли. Я потом три дня мыла эту шерсть. Я представляю, как ты им учишься с ними. Ну, ты знаешь, они линяют, конечно, но чтобы так сказать, что прям все в шерсти, я бы не сказала. А нам же на улице? Нет, они на улице, не всегда на улице. Особенно погода грязная, они дома. Я, наоборот, их не стараюсь не выпускать. Ну, так вот эти там, соберу эту шерсть с этим пылесосом. С пылесосила. Не каждый день мою уже, знаешь. Они лапы свои не облизывают. Как ты их? Ты их протираешь им лапы? А я им там, когда заходят, я им бросаю такие тряпки, знаешь, старые полотенца. Они там, кто-то дает лапы. Одна не дает, идет какая-то, блин, лошадь. А этот, ну, кайзер, он такой, он умный, он дает лапы. Это тоже, которое, вот мы взяли ее. Ей уже, наверное, лет пять. Было года-то два, наверное. Мы ее как-то взяли с этого приюта. Она такая нормальная. Вообще ничего не требует, ничего лежит спокойно. Утром, если там яйца, он им дает с утра. Так если ей не положишь перед носом вот эту чашку с яйцом, она не будет кушать. Она не придет. А эта стоит, еще просит. Кайзер вообще обнаглевший. Я там сижу с телефоном, он подходит мне вот так руку. Ну, я говорю, давай, что ты здесь сидишь? Иди там, или к двери подойдет. Пусти меня. Ну, молча. Я-то гавкать научилась такая. Мол, якобы, давай, пожрать неси. Ты что, завтра, что будешь делать? Не знаю, пока не было никаких планов. Может, с девчонками тоже соберемся. Вот сейчас напишу парочку тут. Не знаю. Все же какие-то занятые, у всех какие-то заботы. Вас там отмечают прям конкретно этот праздник? Нет, ну, мы, я имею в виду, русских. А американцы вообще не в курсе, да? Кстати, я видела в этом американском супермаркете, я видела там поздравления такие. Но они как-то... Слушай, как бы и по телеку говорят, и все, что международный женский день. Да, но у них нету в календаре, нету. И все, они не знают. То есть это знают в основном социалистические республики. Это же был... Да, Клара Креткина была. Да, да, коммунистический праздник. Как бы так скажем. Но с другой стороны, тебе бы сказала, что Америка, она по своей сути очень консервативная. То есть тут нет такого. Женщина должна работать. То есть если у нас в Нью-Йорке так живут, ну вот в этих деревнях, то что говорить про какие-то там вообще дальние эти... Там вообще, не знаю, 200 лет назад живут там по 8-10 детей. И не парится, сидит она дома. Ну что, в 8 детях работала, она начала. Да, не знаю, да. Слушай, я тут удивилась, у нас тут напротив соседка, я тут все жаловалась, жаловалась. Детей нету ни у кого. Сколько ей лет? Ей еще 30-ти нету. Она вот четвертого через месяц рожает. Ты представляешь? У меня такие глаза, это когда-нибудь ничего себе. Это сосед тоже рассказал. У них тоже скоро родится. Ну, не скоро, там где-то еще через 5 месяцев, 4. Потому что надо подарки приготовить. Так что вот. Поставили на поток. Ну да, смотрю, вот заводится потихонечку, подросли. Тут молодежь, знаешь, потихонечку заводится. Ну, как вот эти, я была очень удивлена. Но она работает из дома. И она там, ну, то ногти, не то ресницы она делает, что-то там. Чифра детей уже. Ну. Она хочет заниматься женщинам. Маленькому, самому маленькому еще двух лет нету. Только год недавно исполнился. Я вот тоже помню, носилась с этими детьми маленькими. Одна в коляске, другая грудная, как говорится. Ну, один и одна. Носкалась с этими продажами маркетинговыми. Нет, ну, я думаю, что она чисто так для себя этим занимается, потому что это невозможно. Нет такого, чтобы прям, чтобы надо было зарабатывать. Вряд ли бы она согласилась бы на первого даже или на... Ну, как бы, я же смотрю, кто работает. Они не хотят. Им некогда этим заниматься. И думать об этом даже некогда. И вообще. Сейчас очень многие, кстати, из дома работают. Вот дочь моя, например, она как вот началась вот это вот из дома работа. Так она до сих пор и работает, несмотря на то, что повысилась там салмэн. Я вот все жду, как явится, что Яночку хотят уже сделать. Или сделали. Сейчас. Не знаю. Их там... Наши, по-моему, вообще уже после этих двоих ничего не соберутся делать. Конечно. А у них же только... Сколько их еще? Годика нет, наверное? Нет. Год уже был. В октябре. А, классно. Живот был. Не знаю. Понятно. Вот. Что еще? Хотела тебя спросить, знаешь, это... Как у вас там с процедурами женскими всякими? Есть ли там у вас в вашем райончике нормальные парикмахеры, нормальные косметички? А, ну да, я думаю, так же, как и у вас. Говорят, что в основном... Я-то не хожу так честно к этим американским этим. Если я хожу, то к какой-нибудь нашей русской там парикмахершей. А теперь в последнее время вообще не хожу, видишь? Свои отрастила, не крашу. Так берешь просто так, чик-чик, чуть-чуть, и все. Пусть растут. Что жалко? А, ну в последнее время я стала, кстати, к мексиканке ходить. Когда мне надо куда-то выпрямить волосы, так, знаешь, чтобы они ровно... Да что, видишь, мои какие? Они же такие, вот такие все. Мне нужно выпрямить, они такие ровные такие становятся. И это... Я к ней хожу. Нет, они очень длинные, смотри, это хвост. Тут наверху, если... Митили выпрямляешь, что там делать? Нет, ну она этим феном выпрямляет. А ты не пробуешь, мне кажется, тебе пойдет вот косу сделать, и вот так вот, или пучок такой из косы. Ну у меня не такая уж прям пучок волос, чтобы прям такую косу. А маленький фенеон такой. Ну подожди, вот они сейчас приходят в себя, я уже давно не крашусь. А то я красила раньше, то в один цвет, то в другой цвет. Они все ломались, секлись. Да, они секутся, концы, вот самые концы, от того, что время, да, проходит. А так они очень даже живые стали. Ножницы, и стригешь концы. Не хочу. Ну пока. Может, я где-то раз в году так отстригаю чуть-чуть. Ну или вот к этой приду там. У вас там, а вот это вот, чтобы там на свадьбу накраситься, или какие-то процедуры, макияж, там есть такие, которые там приходят? У нас в парикмахерских это дело, меня вот красили на свадьбу. Я ходила, да, к парикмахерской, она мне накрасила. Там же потом причесон сделали. Я такая красивая села в машину, поехала в ресторан, переоделась в это спатье. Просто вот интересно. Ну я где-то, это, найду фотографии поближе, сводкую. Ну так, макияж, макияж. Ну, конечно, не так, как там я накрасила. Я даже не знаю, сколько стоит, сколько стоит макияж, примерно. Ой, вот такой вот, по-моему, я заплатила что-то там не то 60, не то 70 долларов. Что-то такое. Не, ну я так, в принципе, и рассчитываю, где-то обычный, самый там, от 30-ки, наверное. Как-то так. На первых парах, наверное, вообще какие-нибудь копеечные там будут подваться. Раньше я знаю, что в магазинах, где косметику продают, в таких, ну, хороших магазинах, где всякие там, Ланком, Мак, там, они там красили буквально чисто за копейки. То есть ты им просто как... У нас, например, в таких магазинах бесплатно красят для того, чтобы люди покупали. Да, да, вот. Ну ты им просто типы даешь, как у нас говорят, там, 5-10 долларов. Ну кому сколько не жалко. А они там получают свою зарплату, в принципе. И ты там покупаешь какую-то косметику. Они там с этого тоже имеют. Ну и так вот. Поэтому нет. Не знаю, как сейчас. Я уже давно не хожу в эти магазины. В деревне. Ты же тоже в деревне, да, получается? Ну не в деревне. Ну, в деревне. Да, в деревне. Чем развлекаетесь-то? Что у вас там есть? А то вот это что-то вроде выход. Пойти к парикмахер. Не, ну мы-то что развлекаемся? Мы ездим в Бруклин. Там бани есть. В баню ходим. Да. Кучами. Ну там собираемся. Ну то есть там Амама, наверное, да? Там бани, какого плана? Там Амам, сауна. Там мокрая сауна, сухая сауна и этот, как его, турецкая. Ну где вот парик. Который. Картол. Да, да, да. Вот. Потом бассейн, этот джакузи. У нас тоже есть. У вас это баня называется? У нас это Таласа называется. Таласа-центр. Есть такая. Ну у нас баня, потому что русские же держат. А. Ну конечно. Да, да. И вот мы ходим. Потом что, ходим куда еще? Ну мы вдвоем вот в театр ходим. Если какой-то там. А там есть, куда-то выезжаете? Ну тут в соседнем как бы городе, недалеко. Раньше мы ездили в Манхэттен, там на эти все шоу. Ну блин, сейчас поехать на шоу, покушать, туда-сюда дорога. Плюс это, ну, за мост надо заплатить. Ты же переезжаешь, это мы же как на острове, скажем так. За мост надо заплатить и покушать там что-то надо и за билеты. Короче, нам полтыщи нужно на двоих. Да. Так. Полтыщи. И короче, мы такие думаем, блин, охренеть. Нам здесь, например, это тоже нехило встают, где-то по стольнику билеты в театр и где-то в стольнику как минимум покушать. Ну на каждого. Кошмар. А это, а покушать, ты говоришь, по стольнику, у вас что, такие дорогие ужины? Не-не, стольник покушать где-то у двоих и по стольнику билетов. Получается у нас, потому что, ну вот я завтра пойду, ну дневные, конечно, дневное отличается от лечебного. То есть ужин из трех блюд, ужин – тридцатник, а 18-20 евро – обед. Ну, дешево вообще-то. А, божественно, божественно. У нас нету такого, вот в ресторанах такого нету, дневной, там, вечерний. У нас в буфете такое есть, знаешь, буфет китайский, где ты накладываешь там себе все. Это, да, 15. Да, там у нас разные буфеты. Есть вот 15, а есть, вот мы ходили в прошлую субботу, 35 с человека. Ну, там столько всего. А, суббота, суббота. Да, еще суббота, да, суббота вечер, самое дорогое. Ну, там и крабы тебе, там и красная рыба, и суши, и сашими, и это, и тюна, и… Нет, у нас это просто обычные там всякие, ну, блюда их, не там, китайские. Никаких тебе суши, там, ну, никаких роллов, там, допустим, вот эти их скрученные, и в масле жареное там всякое такое необычное. Здесь в этом, в этом просто там отпад. Вот я туда и иду, только и кушать эти, потому что я люблю сырую рыбу. И люблю, там, тюну и салман. Естественно, если это покупать, то это долго получается. Ну, я там прихожу, короче. Идем плавно к ценам за покупки. Так, по чем рыба? Рыба где-то 10 долларов в паунд. Паунд – это не килограмм, это полкило, даже чуть меньше. А промо-акции бывают у вас на рыбу? Ну, да, бывают. Вот это красная рыба, которая… Ну, 8 будет полкило, полкило, считай. Да, дорого. А что это у вас по килограмм продают? У нас по килограмм все. Ну, у нас Америка же, у них же все через наоборот. У нас вот сейчас цены повысились на рыбу. Я видела, что вот эта красная рыба, допустим, в обычное время, она там чуть ли не до 30 доходит евро за килограмм. Ну, вот получается, как у нас получается. У нас килограмм 9 может стоить. Как-то так. Ну, вот, слушай, тут все они почему… Я даже не знаю, у них все… Вес у них в паунтах, унциях, нету такого грамма-килограмма, забудь. Потом, какого… Температура во Фаренгейтах тоже, черти как посчитать. Ты пендрешь этот, да, да. Да, сантиметров тоже нету, инчи, фиты. Потом мили вместо километров. И все это… Это все не точно. Там одна миля – это 1600, там, и чего-то, чего-то еще метров. Это же великая страна Америка. Ей надо выпендриться даже в розетках. Есть обычные розетки с розетками. А самое, что интересно, это даже не из-за розетки. Знаешь, что там другое… Это другое ток. Да, вольтаж другой, да. Да, у нас 110, а в России 220. Как вы в 110 гоняете там все вот это вот? Вообще никакого вообще разницы не вижу. Вообще не вижу. Я вообще не понимаю. В этом я вообще не понимаю ничего. Я тоже не понимаю, почему вот в этих странах так, а в этой так, и вот все по-разному. Почему андроиды, почему айфоны? Я вообще не понимаю. Нет, ну у нас есть и андроиды, и айфоны, в принципе. Но в любом случае, вот, ну блин, все же одно и то же, в принципе, но по другим словам. Нет, я думаю, что андроид – это одна, как бы, один клан и другой клан. Вот они между собой там. Именно кланы. Кто лучше, кто лучше, да. У них кланы, а мы простые люди. Да. Ой, что-то все, что-то, думаю, будем делать, и что-то расскажу, и все, короче, забыла. А, о, Торелку купила вчера. Made in Italy. О-ля-ля, боже, как-то, как-то, да. Ну, правда, цены-то у нас ужасно дорогие, по сравнению с вами. Ну, у нас просто такое местечко тут вот это, которое, к сожалению, закрывается в конце марта. И оказывается, это без существования. Торелка – это 3,50. 3 доллара 50 центов. Ну, нормальная, да, но все-таки никак у вас в 50 центов. Ну, в общем, вот, в эту субботу тоже пойду. Что там еще пока? Свечка гадостная, из-за которой я чуть дом не спалила, блин, она еще не горит. Я ее делала-делала, она не горит, блин. Ну, слава богу, что крова на тебе не загорелись или что-то такое. Ну, да, я же говорю, я чуть лоб обожгла и руку здесь вот. Ужас. Ну, уже заживу давно. Я-то думала, что у меня все сгорело. Потому что я чувствую, у меня тут пекло. Ну, пришел, нет. Такая разница, прайв, нету. Ну, нарисовала бы, это не где вырастут. Так, значит, пройдя из магазина рыбе. Теперь-ка шмоточки, где покупаем. Есть у вас там какие-то? Ну, шмоточки, да, у нас тоже такой магазинчик. Я вот туда хожу. Я уже не хожу, говорю, в нормальный магазин. Когда прихожу в нормальный магазин, мне это, мне дурно становится оцен. Ну, в принципе, ничего не надо, знаешь. Ну, чего уже мне надо? Я сижу дома. Купила себе какую-нибудь кофту в огород, блин, и пошла. Ну, в огород, понятное дело, там надо кофту другую. Но все-таки даже, ну, сегодня дома сидишь, завтра к соседству гости пошла, там еще куда-то пошла. Сама про себя оделась и сидишь. Не знаю, так не принято. Все очень просто одеваются. Не принято. У нас не принято очень. Что принято? Самое главное, чтобы ты счастлива была. Ну, да. И счастлива. Все. Ну, я говорю, что не привыкли люди туда одеваться, там куда-то идти. Там очень, даже вот магазин, я там стараюсь одеться как-то более-менее, знаешь. Иногда даже там комплименты слышу, потому что там в основном черные делают комплименты. О, говорит, сразу видно, где женщина идет на каблуки. Потому что не ходят здесь в каблуках. Они ходят в каблуках, потом в раскорячку, когда какое-нибудь там, ну, большое там вот или, да, выпускное там или еще что-то. И вот они наденут эти каблуки, сами никогда в жизни не стояли, ходят как эти вот так вот. Или там свадьбы какие-то, и вот они идут вот с такими каблуками там. Как ты там, по-моему, ставила видео, да, где-то по Франции, или где там была эта дискотека, или куда там молодежь шли, там, черти как одеты, и в таких каблучищах. Кто там у тебя ставил, например, в Телеграме. Не помню уже. В таких каблуках. Юбки такие вообще там, жопу прикрывает еле-еле. Ну да, естественно, нет чего. Главное не переборщить ни в одну, ни в другую сторону. Да. Удобное и стильное, чтобы подходило там что-то с чем-то, как-то одежда. Не, ну вот в основном все тут даже вот в тапках ходят. Просто в тапках. Не, не красятся. Вот, например, здесь вот это вот накрашивание. У них нет таких заморочек, чтобы они каждый день красились. Накрашивание тоже не красится, да. И, соответственно, тоже на каблуках особо не бегают. Это в основном так вот что-то удобное, на удобной платформе там или на чем-то. Если даже и есть каблуки, вот что здесь как бы больше любят, да, женщинки. Я заметила, это вот танкетки. Такие высокие там танкетки. Ну, а там дальше... У меня тоже таких много. То есть какая-нибудь банкирша или там кто-то, вот видишь, да, иногда там в ресторанах обедаешь и видишь бизнес-ланч, и там кто-то пришел такой вот, ну, одет там в офисную одежду, уже у нее какие-то там куфельки более-менее. А так тоже особо выпендривается. Да вот у нас напротив работает, она в школе работает. Черт и как одевается, как будто ей, блин, 15 лет. Рюзачок там какой-то, какие-то штаны. Я так смотрю на нее и думаю, да. Слушай, а я каждое утро, мы просыпаемся у нас утром, именно в тот момент, когда мы завтракаем, идет передача по телеку, по МС здесь, преображение называется. И там сидят, значит, стилист, парикмахер, вот это подборщица одежды, и приходит какой-нибудь муж и говорит, вот моя совсем себя запустила, помогите, ради бога. И он говорит, только не пугайтесь, типа. И тут она заходит, типа. И вот каждое утро какая-то новая крокодилица. И вот эта крокодилица, они, опять мне, программа такая, они прямо ее так преображают, что она швом все падает, какая красавица. Так я же писала там у тебя на Телеграме, что я раньше не красилась же вообще. И когда мы с моим разошлись, во-первых, я перекрасила волосы, отрастила. У меня был другой стиль уже волос. И я накрашенная была, по-другому была одета, как он меня не видел. Я что, особенно с ребенком, там дома сидела тоже, никуда не ходила, у меня ничего не было. А тут я более-менее стала что-то работать и уже там, ну, как-то за собой следить, там, краситься, там, какие-то там. А, тогда уж, наверное, я даже на свидание уже куда-то ходила. Ну, и прихожу в этот суд, мы там судились, рядились по какому-то там, ну, по его вот этому вот, ну, как Child Support у нас называется, кто там будет это. И мы сидим там, много народу, правда, было. Ну, извините, одна я была белая, и он тоже со своей адвокатшей. Остальные-то все были. И я, короче, там такие длинные, такие, как скамейки, все там сидят, ждут, пока их позовут туда, ну, в зал суда. И я, значит, сижу, а сама-то я все слышу. И такая, она у него спрашивает, ну, что, твоя пришла уже? Здесь уже? Он говорит, нет, еще не пришла. Я думаю, прикалывается. Потом, значит, ну, ладно, я не там что-то обсуждаю, там что-то, я такая там, ну, а сама такая книжечку читаю, такая, журнальчик там с собой. Потому что, во-первых, тогда интернета, по-моему, не было так развито, что можно было везти, там, может быть, и дорого было. А с другой стороны, это, заняться-то чем-то надо, я брала с собой, знала, там полдня можно просидеть. И, значит, сижу там, кроссводики там, то все. И это, значит, нас позвали, как-то отметиться, что если пришли обе стороны, тогда они уже вызывают, уже говорят, ага, эти пришли, готовы, давайте. Люди опаздывают. Ну и это. И она такая зовет, такая-то там, такая-то, такой-то, такой-то. Я подхожу, и он подходит, он такой, о, это ты, что ли? Он меня не узнал, ясно. А я такая, знаешь, я поворачиваю, я говорю, пить меньше надо. Думала, он напился, его же вообще ничего не видит. А потом до меня только дошло, потому что мужчины, они, он вообще привык меня видеть, там какая-то вся зачуханная, заплаканная, замученная. А тут такая тетя, блин, приличная, в брючках, такой костюмчик у меня был. И у меня такие, это такая папка с документами. Еще ко мне там, я как-то стояла в очередном каком-то вот разе, возле этого, в коридоре, даже сесть негде было. Я так стою, ко мне подходит и говорит, вы адвокат? Да, да. Я такая с папочкой, такая. Вот, ну, я говорю, нет. Они не узнают, вот эта женщина меняется. А со мной сколько раз знакомились, по два-три раза там на сайте знакомств. Меняешь вот эту, ну, фотографию другую ставишь, они тебе опять пишут. Думаю, ну, больные, ну, посмотри предыдущую хотя бы переписку. Что-то, ну, снова. Один со мной три раза знакомился, три. Ну, так он тебя узнал и знакомился? Нет. Нет, он как по-новой знакомился, представляешь? Ну, вообще. Причем... Причем, когда я с ним разговаривать стала по телефону, я думала, это мой разыгрывает. Ну, вот этот муж мой бывший разыгрывает меня. Но голос один в один, интонация один в один, шуточки один в один. Я уже такая, это, смотрю, ну, телефон вроде другой номер. Мы же тогда там все равно созванивались насчет ребенка, там посещать, не посещать. Потом мы встретились с ним, ну, конечно, это не он оказался, ну, как бы я уже настояла, что мы встретились, мы встретились. И это, это не он все, но когда он сидит и разговаривает, даже моя дочь, она была как раз дома. И она говорит, ну, надо же, говорит, ну, вот если вот так отвернуть голову, не смотреть на этого человека, ну, точно, говорит, Андрей, говорит, ну, твой. И знакомился исключительно с русскоязычными? Ну, в основном это сайт, да, там были русские все. Ну, а как, если эти пишут, там, хай, бай, там, начинает это. Был там один какой-то нерусскоязычный. Ну, о чем разговаривать? По-английски я плохо разговариваю, знаешь, как бы, а там, какие шуточки не поддерживаешь, разговор не поддерживаешь. Ну, могу я там что-то... Разговариваешь ты сколько там уже? Ну, я сколько, 22 года уже. А с кем мне разговаривать? То есть ты, ну, как бы, не усовершенствовала так? Не, я не ходила никуда, не училась, ничего. Чисто по делам, там, банк позвонить, это без проблем. То есть по каким-то надобностям, это я могу, там, в иншуренс позвонить. Ну, нет, чисто вот по погоду природы, вот это вот, в этом плане, у меня нету, не хватает, ну, как бы, языка. Потому что, если бы муж был бы какой-нибудь американец, был у меня там один бойфренда, ну, вот, я с ним немножко подняла разговор. Это не так. У меня с бывшим мужем, он просто никогда меня не поправлял. Я там говорил на свой лад, как говорится, коверкая вот эти французские слова. Он находил это шахмо, и вот это, и никогда меня не поправлял. Я начала учить интенсивно, когда ушла от него, 2013 год, потом 2014, я начала поступать в школу повышения квалификации. Можно было идти уже с хорошим таким французским. И 30 человек на место причем было. И вот я по лето так, ух, и пошла. Видишь, я пошла на работу, сколько было, Нику было два года. Там не нужно было. В dental office не нужно было разговаривать ни с кем. То есть они все с открытым ртом говорить не могут, это меня очень устраивало. А, их тут устраивало, что ты рот не открываешь, наверное. А, так они даже и не знали, я им говорила, все, что я им говорила, пройдите и присядьте. Потом сделать эти фотографии, экс-рей, я говорила, откройте рот, закройте рот, откройте рот, закройте рот. И так несколько раз. Все, говорю, ждите, сейчас это придет доктор. Доктор приходил с ним, разговаривал. Все как бы, блин, мне не надо было с ними разговаривать ни о чем. Или там, опять же, если они мне вопросы задают, во-первых, я не знаю, во-вторых, я не имею права им давать какие-то советы. Когда я уже стала такая умная, знаешь, и могла их давать, я потом поняла, что это никому нафиг. То есть доктору это не нужно. Я давала советы. Еще такие, которые мешают им деньги зарабатывать. Ну, все-таки язык большую роль играет, тем более, если в другой стране. Я, например, сейчас вспоминаю, как я плохо говорила по-французски на тот момент, когда у нас только начался разводный процесс. И сколько я много потеряла, всего не знаю, да, при вот этих, тех адвокатах, которые были тогда. Ну, видишь, мы когда разводились тоже, ну, как при разводе, у нас развели уже, потому что у нас уже все было поделено. То есть развелись мы практически вот-вот прям совсем недавно. То есть мы развелись, и я вышла замуж, то есть, получается, по документам. Сколько длился развод всего? Не, он быстро длился, сам развод. Вот, просто мы из-за того, что мы сначала, это, как мы разошлись? У нас же сначала было этот, ну, как этот, мы подрались, поругались, я на него полицию вызвала, его, короче, выкинули, я пошла на него, подала в суд, чтобы он ко мне не приближался, как это называется. Да, есть в Америке, чтобы это запросить, чтобы не приближался к дому. Как это называется? Забыла, короче, вспомнил. Это было как раз видео, он на телеграмму прислал. Да, 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 вот то же самое. Да. И это. Потом, значит, когда это закончилось, начали дело о том, ребенок с кем. То есть следующий суд начался. Все ходили, наверное, года два или три по этому судам этим. Я пошла, чтобы ребенка, якобы он хотел ребенка забрать на кастаде. То есть кастаде – это как генеральное, ну, как бы, вот ты с ребенком живешь, и ты за него решаешь все, только ты решаешь. А другой родитель может только его брать к себе на определенные вот дни, как у вас. То есть генеральное, ну, как бы, опекунство, не опекунство, а генеральное кастаде. Вот, ну, и чтобы это решить, с кем ребенок будет жить, он подал в суд. Он подал. А он, подожди, у нас же двое детей. Ну, первый ребенок – это же не его ребенок. Какая ты, оказывается, фатальная женщина. Это мой третий же муж вот сейчас готовит. О-о-о. Ты не знала, я думала, ты знала. Я думала, что вы были. Нет, вот первый муж, который еще из Узбекистана, это дочь. Потом второй муж здесь, мы познакомились. Он с Молдавией. Молдаванин. Бог любит троицу, как говорится. Наверное, да. Я тоже с ним третьего. Вот, и я тоже говорю, третий будет нормальный. Ну, и, а потом, когда мы судились насчет вот кастеди, с кем будет ребенок, то есть в итоге он просто тянул какое-то время, наверное, или еще что-то. Я не знаю, что. Но факт то, что он в итоге, он говорит, а мне некогда ребенком заниматься. И судья такая говорит, а что мы тогда тут уже целый год ходим, говорит. Если вам некогда ребенком заниматься, зачем вы тогда подали на кастеди? Ну, короче, вот так вот. Наверное, это ему адвокат, знаешь, ему сколько отвалил? Он там лет... Да, если он подает на вот это вот, наверняка меньше алиментов платить. Или вообще не нужно платить? Алименты он мне не платил. Я, честно говоря, ну, потому что он мне не платил. Алименты – это как женщине, когда разводится, женщина... С ребенка, на ребенка. Нет, это на ребенка по-другому называется. Называется child support. Это на ребенка. А русские-то алименты? Нет, child support. А алименты здесь женщина получает на себя. Ну, у нас, например, я не знаю, и в России. В России, да, в России только на ребенка. Алименты на ребенка. На ребенка алименты, да. А здесь алименты. Это я потом узнала. Это... Я тоже думала, что это на ребенка это алименты. Они сказали, нифига подобного. Если ты пять лет, по-моему, прожила в браке, ты можешь подать на алименты. Ну, там какая-то как-то там... Короче, это надо было делать, я же не знала. Надо было подавать, надо было брать адвоката. А ребенку позаботиться уже странно. Нет, алименты – это вот женщина получает, которая, допустим, вот как ты осталась одна, с ребенком маленьким, грудным, работать ты не можешь. И муж тебе обязан платить какую-то сумму. Это тебе платят. А на ребенка это отдельно. То и другое, просто это разные алименты. Ну, вот на ребенка... У нас как считается? Чаилл-супорт этому. Разводят, и, как ты говоришь, тебе сделали вот это, чтобы он к тебе не приближался. С того момента ребенок-то живет, ему же надо чем-то питаться. Это на ребенка. А начали сразу же ему алименты. Ребенка. Ну, вот видишь, это то же самое, на это надо подавать самому. Я тоже не знала. Вообще я ничего не подавала никуда. Во-первых, он подал на развод. И сразу судья назначил сама уже, видя ситуацию, алименты. И алименты обязательно. Короче, так получилось, во-первых. У нас же вообще все было запутано. Он в документах не значился как отец. Потому что я его из принципа не написала туда. Поженились мы уже после того, как в них родился. Уже после рождения. Через три года мы только поженились. И получается, что я могла все равно подать на алименты, на ребенка. Это здесь не важно. Живешь ты с мужчиной, не живешь ты с мужчиной. Отец он твой или не отец. Ты можешь на него подать. Даже не отца. Да. Можешь подать. Смотри, как это делается. Женщины подают. Но этот мужчина должен прийти в суд и сказать, это не мой ребенок. Я платить не буду. Понятно. Но если он не приходит и не говорит, он платит. Вот. И некоторые этим пользуются, которые знают. Ну и платят до какого-то там момента, наверное. Честно говоря, потом попробуй у нее забери эти деньги. Правильно? Ну да. А если он пришел и сказал... А тут, получается, у нас наоборот было. Он решил доказать, что это его ребенок. Он стал доказывать, что это его ребенок. Потому что, чтобы подать на АКС, чтобы забрать у меня ребенка, он должен был доказать, что он отец, правильно? Уже не может там сосед забрать у меня ребенка. У него основание было у матери забирать ребенка. Он что, гипермного зарабатывает? Не в этом дело. Тут по поводу денег, тут вообще не спрашивают, кто сколько зарабатывает. Из-за этого не могут забрать ребенка. Как? Я вообще не работала и была нелегалом здесь. И то никто не мог забрать у меня ребенка. Да, здесь тоже во Франции как бы никто не будет, даже если ты на нищем пособии сидишь, тебя забирает ребенка. Но если отец доказывает, что у него условия лучше, допустим, и что мать такая сикает... А, ну если да, если она такая сикает, то, конечно, да. На этом мы рассчитываем. Если она какая-нибудь там больная, там не в состоянии, там наркоманка, там алкоголичка, приходит служба проверять, где ты живешь. Если они увидят, что да, то да, конечно. Но он должен подать. Вот. Ну и вот он не подал. Не знаю, на что он наделся вообще. Вот на что он наделся, странно. Я не знаю, на что он наделся. Не сикает. И, короче, что там было? Да, и вот он подал на то, чтобы объявить это, ну определить отцовство сначала надо было. И когда уже определилось отцовство, меня спрашивает этот судья, вы соглашаетесь, ну, то есть или надо делать ДНК там, или еще что-то, то есть вы не отказываетесь, что как бы он отец? Я говорю, нет, конечно, говорю, я знаю, там на ребенка посмотри на него, говорю, одно лицо, говорю, я в принципе не отказываюсь. Но заняло это время, потому что мы первый раз пришли, так как мы не были расписаны в это время, и он не был отцом в документах, нужно было доказательство, что я была уже разведена, потому что у меня же был предыдущий брак. Они не знали, когда я развелась. И они мне говорят, принесите... Как вот ты с тремя фамилиями с этими всеми разбиралась? Фамилия у нас вообще жопа такая с фамилиями. Я на одной фамилии, как девичья, вышла замуж первый раз, поменяла фамилию. Была на другой фамилии. С этим мы жили, я не меняла уже фамилию. Думаю, хоры. И потом Ник родился, так как я не была замужем и не написала его как отца, я дала ему свою фамилию. Причем моя фамилия не только, которая моя фамилия, а которая моего первого мужа. Короче, у меня сейчас ребенок от второго мужа с фамилией первого. Это вообще... У меня одна такая, я вообще с тремя фамилиями. У меня русский паспорт на одну фамилию. Здесь во Франции я живу на девичью фамилию. Еще у меня была другая фамилия, вот папы Дениса, которую он потом запросил обратно через суд. Но какой-то семье у меня была по той еще фамилии. Да, сейчас я под другой уже, под третьей. Русские документы, все паспорта, вот эти загранпаспорта на мужа русского. А здесь во Франции все документы были на мужа французского. Это была полная вообще, полный трэш. Как я путешествовала и какими глазами... У меня путешествовала, а я же не путешествовала. Мне как бы вообще никак ничего не горячо не холодно. Я посмотрела, у меня до сих пор стоит отметка в паспорте в посольстве русском, здесь в Франции. Написано, мадам такая-то, она же такая-то, она же такая-то. Ну да. Ну здесь, в принципе, очень просто. Вот мне пришел недавно чек как раз с этого, с PayPal. Я решила там не хранить. После твоих всяких запретов перекрытия кислорода, я думаю, о, у меня там какая-то собралась денежка, я заберу. Стала, короче, забирать, поняла, что мой тот банк уже закрыт, который был привязан к PayPal. Я закрыла все банки, потому что зачем мне нужно? У меня нету этих, ну, зарплаты никуда нет, они поступают. Мне зачем банк? Я, короче, закрыла. И тут получилось так, что это... Сейчас у нас только один совместный, откуда мы платим, вот за дом там остался. Как бы сначала я убралась оттуда, теперь я опять сюда приписалась в общий счет к мужу. Потому что вот такая вот история. Чек пришел, а пришел он на мою вообще старую фамилию, ну, вот предыдущую. Представляешь, я даже там на этом PayPal'е как была, это с предыдущей фамилией. Ну, что я сделала? Я взяла просто свидетельство о браке, пришла в банк, сказала, вот чек. Забыла поменять фамилию, прислали на старую. Она говорит, а когда вы поженились? Я говорю, вот там, 9 лет назад. Забыла поменять. Ну, такая, показала все, она чуть без проблем. У меня тут, кстати, в банке с ССИТ-Женерале, у нас здесь такой есть, у меня был счет открыт на мою фамилию, который в паспорте. Потому что я его открывала, когда приехала сюда, еще не получила свои документы французские. У меня только русский паспорт был. И это была, конечно, песня, когда вот это ты оборкаешь на одну фамилию. Я говорю, столько денег, блин, потратил он на эти суды. Мне-то дали бесплатного адвоката. А он столько денег и на тысяч 20, наверное, потратил. Ну, правильно? Она его ввела. Вот этот вот, когда, а, Order of Protection называется. Она туда пришла, с ним ходили, они доказывали, что он не гималайский верблюд, и что он меня не трогал. И он весь такой пушистый и хороший. Не надо, нет, все равно ему дали на год. А мне дали бесплатного адвоката. Посадили, что ли? Не-не, на год вот этот вот, Order of Protection, чтобы он не приближался. Потом можно было продлить. Ну, мне дали этого бесплатного адвоката, но, конечно, он говняный. Надо найти его имя, фамилию, восстановить, ну, и написать хороший отзыв, в кавычках. Альянец первый был, прям итальянец, кудрявый, такой маленький. Такой гад был. Ну, было у него там пару каких-то вещей, таких явных, которые он там за меня там постоял. Ну, я и без него могла это сказать, в принципе. Ну, хорошо, ладно. А так он... Не можешь без адвоката себя представлять. Не, я имею в виду, что я могла бы без него что-то сказать сама, как бы. Но что он мне особо не помогал. Вот что я хочу сказать. А у вас что, слушание проходит, вы туда ходите, что ли, в суд? Да, по чат, суппорт, и по этим все мы ходим. А нет, ну да, первое заседание какое-то, вот перед, типа, разводом. Нет, все ходили. Я была вот по работе. Считаю, у меня три было суда. Ордер оф протекшн, потом был вот это на кастаде ребёнка, у кого ребёнок будет, и вот это вот по выявлению отцовства. И да, и вот он меня спросил, этот судья, говорит, ну вы, говорит, будете подавать на алименты? Вот я не помню, он сказал на алименты или на чат-супорт. Я сказала, у меня от него ничего не надо. Такая гордая. Ой-ёй. Потом думаю, вот дура, бля. И не надо, а ребёнку-то надо. Да, вот именно. Я такая думаю, блин, потом-то это меня отошло. И я теперь говорю, в принципе, если хоть какие-то вот малейшие признаки какого-то недоверия, вот родился ребёнок, сразу надо подать. Даже если вы вместе живёте, можно подать на чат-супорт. То есть вот мы вместе с ним жили, он мне ни хрена денег не давал. То есть, по идее, эти деньги были бы как раз мои, ну, которые я бы могла их это. Я могла бы дать, даже живя с ним вместе. И это в России тоже так делается, оказывается, я знаю. Девочки, подавайте. Нет, если чуть-чуть там что-то, да, сразу нафиг. Если особенно денег не даёт, сразу подаёшь на вот этот вот чат-супорт. Это не алименты тебе, это на ребёнка. Так что просто хочу сказать в преддверии 8 марта, терпеть нельзя вообще ничего. Я вот сегодня слышала, на телеге, помнишь, прислали вот это видео с женщиной, которая в Америке тоже уехала. Там это усач, там усатый такой. Сколько она бедная терпела. Ну, слушай, наркоман. Терплённых терпил бывает. Это же вообще как... Ну, наркоман, человек зависимый, конечно, он зависимый. Сколько этих звоночков там было, что она не видела. Ну и вот сколько таких случаев. И вот это всё терпится. И вот это всё что-то, из него что-то делают, из этих мужиков. Я считаю, первое впечатление или какой-то хоть первый какой-то звоночек, всё. Надо сказать себе всё. Ничего нельзя прощать и ничего нельзя терпеть. Просто-напросто. Ну, я так и не поняла из-за её видео, как он её бил, там, что он с ней делал. Она так ничего там и не сказала. Ну да, но было видно по всему. Я просто к тому ещё, чтобы, ну, что вот даже вот сейчас вот, да, встречаешь кого-то. Вот если первое впечатление, что не то, то не надо вот этого всего. Всё равно потом, если господин хочет... Ну да, да. Если первое впечатление, действительно, если ты чувствуешь что-то вот тебя насторожило, я думаю, оно уже и не пройдёт. Да, и не надо меня заставлять думать, что вот, вроде ничего, а вот это примерять, смотреть, как мы просмотримся, а вот вроде... Потому что вот с моим вот у меня такого не было. Как бы, у меня не было никаких впечатлений особо, знаешь, там, то есть было там первое впечатление, я его увидела, думаю, о, наврал. Сразу я такая у себя, там, сказал, что механик, а сам, блин, дипломат ему, да, ещё и всё, короче, адвокат, блин, не меньше. Ну, примерно так думаю. Ну, вот я думаю, зачем наврал, думаю, ну, наверное, жена там куда-нибудь уехала, ну, у меня же столько всяких историй там были на этих сайтах знакомств. Жена уехала в гости, там, к маме, а он решил это... Вам спасибо, пожалуйста. Да, да, свободы такой, знаешь, это я пошёл. Он там погулять. И такие все рассказы, такие прям все, ну, блин, ужас прям. И я такая... Вот первая у меня была, он, правда, ещё даже не приблизился ко мне, когда я, ну, как бы... А потом, ну, стали разговаривать там, потом сели в ресторанчике покушать. Я на руки посмотрела, думаю, нет, с такими руками явно нет, это не адвокат. Такие руки, во-первых, толстые, ну, такие здоровые, эти все обкоцанные, хотя он всегда там, ну, там, ногти, всё там в порядке держит. Ну, это... И потом я по его потихонечку-потихонечку, но вот не было неприятных впечатлений, вначале не было. Это хорошо. Вот всегда меня впечатление, оно самое важное, на самом деле. Ну, да, ну, с другой стороны тоже, знаешь... Давай мы с вами продолжим на эту тему, потому что эта тема обширная. Как я ему сейчас говорю, если бы я знала, говорю, а ты скрывал, что ты такой сикой, говорю, а я бы тебе сразу сказала, что я вредная там, то есть я... Я говорю, а ты не говорил, что ты вредный? Каринчик, мы с тобой ещё продолжим на эту тему про мужиков. Сейчас пока давайте пожелаем, пожелаем нашим подружкам канала всем. Да, давайте. Чтобы любили в основном сначала себя и делали всё самое лучшее для себя, а потом уже для других. И не были бы вот этими вот терпилами, скажем так. Восьмым мартом всем, да? Покажи. Привет, Денис. Ты восьмым. Восьмым. Восьмым матом. Восьмым матом, спасибо. Купил, говорит, но он ещё не пришёл. Что? А, я там Тэмю указал. Тэмю, у вас есть там такая площадка Тэмю? Да, и есть. Я тут всех ругаю, что они покупают на Тэмю. Да, я тоже ругаю, но вот была у него какая-то копейка там, оставалась от этого, он всё время на какие-то центы там покупает, оставалось от еды то, что я ему давала и купил что-то. Арина, пошла я готовить, кушать. Мы с тобой познакомимся и поговорим именно на тему вот этого вот сайтов знакомств, мужичков, вот это всё обсудим. Хочешь всю мою подноготную? А? Хочешь всю мою подноготную? Ну не всё, ты нахожу, ты рассказывай, потому что ты... Эй, отойди. Опыт, опыт. Какой-то хвостиком машет там такой холёсткий. Иди, посмотри. Так, идите, быстро. Они уже на улицу хотят. Всё, идите на улицу. Ещё раз всех поздравляем, желаем. Поздравляем всех. Я на тебя. Поздравляем всех маникюр, приводите себя в порядок, одевайтесь красивенькие и празднуйте завтра обязательно. Да, спасибочки. И всех тоже. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»